РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Владимир Романович Легоида Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Главный редактор журнала ФОМА, преподаватель МГИМО Родился в 1973 году в Кустанае В 1996 окончил Институт международных отношений А спустя несколько лет защитил диссертацию Кандидат политических наук С 2007 по 2009 был заведующим кафедры международной журналистики МГИМО С этой должности ушел по собственному желанию В связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела Владимир Легоида входит в состав многих церковных советов и комиссий Известен своей общественной деятельностью Помимо прочего, член Совета при Президенте По развитию институтов гражданского общества и правам человека Женат трое детей Впервые после майских праздников мы встречаемся здесь таким составом Вот у Аллы Сергеевны я точно знаю, что Свежие впечатления Праздники удались, прошли на славу, несмотря на кризис она побывала в Италии Какой интересный заход Коллега, а это к чему? Какая информированная К тому, что я сегодня целый день слушаю рассказы, истории об Италии А в первую очередь про посещение Туринской плащаницы И впечатления от фресок Леонардо да Винчи А это вот, я думала просто, что мы, Владимир Иванович, будем сегодня вопросы задавать Тогда потихонечку пойду, пожалуйста Вопросы у Аллы были к вам Да, я вообще, честно говоря, мы же с вами неоднократно в этой студии Разговаривали на тему христианского искусства И вы упоминали эту фреску «Тайная вечеря» И говорили о том, что это было таким своеобразным водоразделом В восприятии человеком, да, эпизода именно этого Ивангельского Ну да, отход от изображения друга Вот, знаете, я просто, ну, я ее, мне так повезло просто в жизни Я ее вижу уже второй раз, да, вот И если первый раз меня поражало, я как-то вот, знаете, у вас такое восприятие У меня оно совсем другое И первый раз, когда я ее увидела, меня поразило просто ощущение присутствия, да Там, ну, понятно, до Винчи он играл пространство, да Выписано очень хорошо и перспектива, и прочее, прочее Такое ощущение, что это объемное изображение Ты являешься участником вот этого действия, да Вот, что, по-моему, с богословской точки зрения Я, конечно, не богослов, я вообще женщина, да Женщины, как правило, да, в таких ситуациях должны держать свое мнение при себе Но, тем не менее, вот это ощущение присутствия, от него же никуда не денешься, да А то, что поразило меня в этот раз, вы знаете Ну, я думаю, что наши слушатели помнят эту мизансцену, как она выглядит, да Даже если не видели ее в оригинале, это известное изображение Это длинный стол, за которым сидит Христос и сидят его ученики И вот они все, как бы, знаете, они все развернуты от него Так, даже если их головы смотрят на спасителя, они все равно заняты своими делами Это совершенно четко видно Выясняют отношения, что-то там кричат, друг у друга спрашивают, спорят Там, я или не я, буду сидеть у тебя по правую палевую руку Вот, и прочее Или, допустим, там, не я ли тебя предам Ну, вот этот, собственно, эпизод он изображает Да, спорят о том, кто предаст Фома там изображен с таким воздетым перстом И вот посреди этого всего сидит спаситель Вы знаете, вот с абсолютно таким, как это сказать У него лик, такое ощущение, что вот он просто источает любовь Вот, и при этом впечатление, что он абсолютно один Вот он окружен людьми, их там 12 человек Но при этом он абсолютно один И вот это очень сильное впечатление И мне кажется, оно, я, конечно, не знаю, да Может быть, с точки зрения истории искусства Гораздо важнее то, что Леонардо вот таким образом перевернул этот сюжет Но мне кажется, что вот это очень точное, как это сказать Настроение, да, и переживание, точнее даже, переживание Поймано им, и это, неужели это неправильно? Вот я просто, я даже не знаю Ну, мне кажется, что одиночество Бога, который оказался Вот и в Гефсиманском саду и так далее Совершенно один на один со своими страданиями Я не говорил, что это неправильно Я говорил о том, что это некое, как раз-таки, новое слово В изобразительном искусстве Но при этом понятно, что это отход от традиции иконописи А нельзя, вот скажите, разве нельзя? Я не говорил, что нельзя, просто другая традиция Вот, и здесь в данном случае я не думаю, что это вопрос Можно или нельзя, это вопрос, ну, чётко... От личного восприятия каждого человека, который смотрит на неё Да нет, просто понимание разных... Вот я вам проведу такую аналогию, может, знаете, как В традиции, присущей мне традиции ухода от прямых ответов Я просто вам в качестве ответа просто хочу такую аналогию провести Вот, может быть, даже как-то мы об этом говорили Но вот в своё время меня поразило начало подростка Романа «Подросток» Достоевского В котором написано, что нужно быть слишком подло влюблённым в самого себя Чтобы без стыда писать о себе И меня поразила точность этого Хотя, в общем-то, я сам был ещё подростком И вряд ли до конца мог, так сказать, понимать всё это Но был вот сражён этим Потом я прочёл книгу одного на тот момент известного советского спортсмена И у себя в дневнике написал, что вот Достоевский писал, что нельзя писать без стыда о себе А вот этому человеку это легко удалось Вот Автора не буду называть, но книга называлась «Безлимитный поединок» Спасибо за наводку А потом я прочитал «Августина» несколько лет спустя «Исповедь» И прочитал «Исповедь», был потрясён «Исповедью» И стал читать литературу об «Исповеди» И вот один современный исследователь замечательно, на мой взгляд, замечательно формулирует там в своей большой книге об «Исповеди» И у него, анализируя какие-то вещи, он пишет такую фразу Августин пишет о себе, но не о себе он пишет И вот, понимаете, между этим двумя, так сказать, нельзя же сказать, что А можно? Разве нельзя так, как Достоевский? Почему нельзя? Но, понимаете, что это совершенно разные восприятия Это вот напряжённый психологизм и драма Фёдора Михайловича На потрясающая правда жизни и прочее Иконописность, если хотите, текста «Исповеди Августина» Вот и всё Тут я не готов их взвешивать, там, можно, нельзя, даже лучше или хуже Но это разные совершенно описания При всем преклонении перед гением моего любимого Фёдора Михайловича Достоевского Я понимаю, что гений Августина, это вот и христианская душа Вот эта метущаяся Августина Это всё равно немножко другой, ну, если хотите, другой уровень Видите, поэтому есть потрясающие живописцы, то, что вы говорите, эффект присутствия А есть окно в другой мир А есть икона, которая изображает неизобразимое Мне кажется, что... А я вот тоже, да, вот не очень понимаю, почему мы говорим именно в контексте «можно-нельзя» Ведь у каждого человека свой опыт есть, свой опыт созерцания Ну да, мне кажется, мы вот говорили о том, что, ну, может быть, Антон Фельген имел в виду, что вот иконопись, как традиция восточной церкви, живопись уже один месяц в западной культуре И это тоже так, это тоже характеризует, но просто я хочу сказать, что это, конечно, в каком-то смысле с точки зрения напряжённости такого духовного поиска Здесь, конечно, есть разница, не можно-нельзя, и даже, может быть, не лучше-хуже, но разное, да, и это, безусловно, разное, потому что, вот вы сказали, эффект присутствия, да, всё это нас... Собственно, ведь все живописцы, причём они же не все были как Леонардо, да, посмотрите сюжет «Тайной вечери», как он развивался после Леонардо и в картинах менее талантливых живописцев Там, чтобы создать этот эффект присутствия, не обладая, может быть, таким талантом или просто развивая, да, не будешь же, так сказать, копировать Там появляется яство, то есть апостолы Христос начинают есть так, как ели, там, не знаю, бюргеры в Германии в то время, когда создавались эти картины и так далее То есть это всё человеческое, слишком человеческое, понише, оно, конечно, вот, создавая эффект присутствия, всё дальше уводит от этого А иконопись, да, это всё-таки другая традиция Даже в православные храмы, где живопись, даже я не буду говорить, иконопись, живопись XVIII-XIX века, там же тоже картины, да Здесь действительно просто вопрос создания, это создавали люди не такие талантливые, ну, понятно, кто там сельский мастер, ну, расписал талантливый, да, вот эту церковь, которая... Ну, нет, есть разные, да, да Он просто эмоцию не стал выражать, не смог, не хотел, не понимал этой эмоции, которую у Леонардо, да, вот то, про что Алла говорит, «Одиночество Бога» Да, там вот, если посмотреть на неё, действительно, это одиночество очень хорошо заметно Ну, просто вопрос в том, понимаете, опять же, и это замечательно, и гениально, и Леонардо, и всё, но это ли для нас самое главное, да Для нас самое главное, я думаю, что, безусловно, нет, для нас самое главное в «Тайной вечере» в том, что в этот момент устанавливается таинство нашего спасения Конечно, так это же «Тайная вечеря», поэтому вот в том-то и, понимаете, в том-то и отличие, как между Августином и Достоевским, да, между иконописием, между иконой, которая нам говорит о нашем спасении И замечательным, потрясающим, гениальным произведением искусства Леонардо, который нам указывает на нюансы человеческих эмоций апостолов На вот это одиночество Бога, которое само по себе является парадоксом, да, потому что, ну, одиночество Бога – это, в общем, парадокс, исходя из того, во что мы верим Ну, мы с вами обсуждали, вот, проявление человечности в христианам, моление в Гефсимансском саду Да, да, конечно Вы знаете, я сижу, думаю про «Окно в другой мир», реплика, которую вы сейчас, да, нам озвучили Мне кажется, всё-таки для разных людей таким окном, в зависимости от, да, самого человека, могут стать совершенно разные вещи И я помню, как однажды журналистка очень хорошая писала о том, что для меня в стихах Пастернака из цикла «Доктор Живаго» Я в гроб сойду и в третий день восстану, да, и где сплавляют по реке плоты Ко мне носут, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты Вот в этих строчках для меня не меньше религиозного чувства, чем... Хорошие стихи после плохого романа, да, но это, простите, это, простите Это другая ветка, как говорит одна моя знакомая, да, я, так вы же подтверждаете мою мысль, ее не опровергайте Потому что, смотрите, да, для каждого, там, это, как говорила великая Марина Древна Журинская, факт биографии этого человека А мы говорим о разности, там, художественных традиций И это факт биографии, и факт того, что многих людей задумало, задуматься, простите, о Христе заставила Рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда» не делает ее равной Евангелию, понимаете, или одинаково ценной, а вот кого-то... Согласна, да Человек может прочитать Евангелие, ничего не понять Потом прочитать «Мастера и Маргариту», обратиться там к христианству и в каком-то этапе дойти до Евангелия Но это не делает, не ставит на один уровень Нет, на один уровень, конечно, не ставит Согласна, да А я ведь и говорил, что в этом смысле, конечно, для меня, как для христианина, принадлежащего к восточно-христианской, восточно-православной церкви, конечно, существует разница между виконописью и любой, даже самой гениальной живописью Вот, все, вот, безусловно Именно это я так долго и так дипломатично пытался вам сказать Видимо, слишком дипломатично Непрямо, непрямо Наших не вполне тонких душ и умов Владимир Легоида, главный редактор журнала «ФОМА», руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата и профессор МГИМО вместе с нами, как всегда, по пятницам проводит этот «Светлый вечер» Владимир Романович, от высокой дипломатии, высокого искусства Я предлагаю перейти к более практическим таким, практическим К низким истинам К земным вещам, например, к интернету У вас, да, сейчас была конференция как раз, которая посвящена проповеди в интернете Две даже было конференции Даже две конференции Одна была в Греции Одна была в Греции, а вторая была в Москве А вторая была в Москве С этого момента, пожалуйста, поподробнее Там много всяких интересных вещей прозвучало Мы читали с Лешей статьи, мониторинги докладов, выступлений Что вы как участник? А вторая конференция, православная пастырская душа попечения Совершенно верно Это конференция, трехдневная конференция, которая проходила в Афинах Которая была организована и инициирована в том числе и насельниками Ватапецкого монастыря на Афоне А монахи на Афоне, простите, что перебиваю, не ходят в интернет? Ну, там вообще-то в целом нет интернета Хотя есть там какие-то несколько, насколько я понимаю, специальных мест Где он просто необходим как часть поддержки жизнеобеспечения на современном уровне То есть взаимодействие по электронной почте, видимо, и так далее Не знаю, никогда не вникал в эти тонкости Нет, но я имею в виду, что они при этом, как всегда, монахи, заботящиеся о мире Они понимают, что есть вот такая вот вселенная интернета И надо как-то над этим задумываться И поэтому отец Ефрем, известный не только в Греции И не только, безусловно, на Афоне, но во всем православном мире хорошо известный В России монах из Ватапецкого монастыря, который привозил в пояс Богородицы к нам сюда Он был, присутствовал на торжественном открытии конференции И говорил слово И вообще-то много очень было участников иерархов Поскольку конференция была про интернет То много было включений прямых с теми, кто не смог приехать Но вот по видеосвязи, по конференц-связи Мы там слушали одному архиерею из США православного и так далее Но, к сожалению, как всегда бывает, когда такая насыщенная программа И необходимо еще какие-то там встречи провести и так далее Вот мне не удалось заслушать все доклады Но я могу сказать, что представители Русской Православной Церкви Очень достойно смотрелись наряду с теми докладчиками Или среди тех докладчиков, которых мне удалось послушать также И я, конечно, к сожалению, опять же, не всех услышал Поскольку раньше вынужден был уехать Я не все три дня смог присутствовать А фактически полтора дня там был на конференции Но я бы хотел отметить прежде всего доклад профессора Академика Сергея Сергеевича Хоружева Который как раз, может быть, меня вдвойне заинтересовала эта тема Поскольку мы сейчас в рамках комиссии межсоборного присутствия Мы готовим документ о антропологических последствиях, скажем так Вот взаимодействия человека с сетью интернет То есть, условно говоря, о как меняется человек Присутствия в виртуальном мире Сергей Сергеевич А меняется человек? Человек, безусловно, меняется Я думаю, что это такое уже, наверное, общее место Достаточно забыть дома телефон, так сказать И понять, как мы изменились Потому что когда ты приходишь в ужас Потому что даже вот эта фраза 20 лет назад еще была не очень понятна Что же забыть, забыл дома телефон Да, я тебе из леса позвоню Забыл дома телефон Но вот у Хорошего там много было интересного Я, может быть, не буду с вашего позволения пересказывать Его выступление Обращу только внимание на один момент Который мне так врезался память Кажется очень интересным Доклад Сергея Сергеевича, как и другие, опубликован Или сейчас публикуется Хорошего точно опубликован на сайте Богослов.ру Полный текст доклада С ним можно познакомиться Я всячески бы тех, кто интересуется, призвал Вот получите удовольствие в том числе От строгости научной мысли и так далее Вот Но там вот на что для меня было интересно и неожиданно Сергей Сергеевич процитировал Достоевского Из «Сона смешного человека», где герой говорит А вот интересно, если бы я Я сейчас, конечно, не цитирую, но близко к тексту передаю Если бы я оказался на Луне и совершил бы там какой-нибудь срамной поступок Такой ужасный Но потом переехал бы на Землю, где никто бы не знал о том, что я это совершил Вот было бы мне стыдно за это или нет? И Хоружий делает вывод, что чем это не тип человека, делающего гадости под ником Когда никто не знает, кто под этим ником в интернете, я имею в виду, скрывается Да, и Хоружий делает вывод, что и в этом вопросе Достоевский оказался пророком Если и не бесспорная, то бесспорно интересная аналогия Вот И там и другие глубокие рассуждения в его выступлении содержались Вот Но вот понимаете, что планка такая достаточно была высокая Хотя я бы не сказал, что там все, скажем, выступления соответствовали Были и более такие популярные И даже, как отметил кто-то из нашей делегации, по-моему, отец Павел Великанов Что некоторые были более похожи на такие Вот такие, что называется, игра на публику Такое шоу, даже на научной конференции тоже важно шоу Но были, знаете, короткие, предельные, вот, скажем, если у Хоружева было такое Богословское осмысление философское, да, то, вот, скажем, выступал тоже из русских Из тех, кто вот представлял нашу церковь, Олег Покровский на тему краудфандинга Да, в интернете Короткая, потому что все, почти все выходили за рамки регламента 15-минутного Олег уложился там в 10 или 12 минут Сказал очень много, очень плотный текст При этом он был такой не просто содержательный, но при этом еще привлекательный И в каком смысле даже веселый, можно сказать, ну, не скучный точно совершенно Но очень по делу, очень жесткий при этом С жесткими оценками, без всяких там благоглупостей Вот, и так афористично запоминающийся, да, что нет крауда, нет фандинга, так сказать Нет трафика, значит, не может быть какого-то поиска средств на поддержку ресурсов и так далее Но вот очень интересные были выступления Давайте его в эфир позовем, кстати Мне кажется, он сам мог бы об этом очень хорошо рассказать Если вы сможете, да, вообще, собственно, пригласить ребят, которые были, вот наших представителей Там интереснейшее было выступление архимандрита Симеона Томачинского Который также уже был, по-моему, один раз, да, всего пока гостем На моей памяти один, да Гостем вашей студии Ну, он теперь далеко Да, ректора Курской семинарии Он всегда близко Который говорил о добродетели интернет-воздержании И это тоже, знаете, вот без иронии он говорил вообще Поскольку вот в православной аскетике существует Я, правда, сейчас уже только знаком Только с текстом я как раз уехал Уже не смог присутствовать на его докладе Но вот он говорил о том, что есть вот понятие воздержания В православной аскетике, да И как это вот соотносится с тем Как оно, насколько оно применимо вот к нашему присутствию в интернете Ну, много других Протерия Павла Великанов Владимир Иванович Меня это очень, вот, да, заинтересовал как раз доклад Анны Даниловой Которая рассуждает на тему, как говорить церковным людям С не церковной аудиторией В первую очередь церковным СМИ Как они могут доноситься Знаете, я, к сожалению, вот Поскольку я был в тот день, когда выступала Анна Александровна Я, к сожалению, застал только концовку ее выступления Могу сказать, что это был хороший английский язык Она выступала на английском языке Там было три рабочих языка Русский, английский и греческий, естественно Вы сказали про Поведение человека на Луне Это не я Профитировали Привели пример Федор Михайлович Нет, вы привели пример Бесхоружева, который привел пример Бесхоружевского Можно отвлечься на пять минут Просто вот мы с вами как-то говорили О качестве современной журналистики И вы знаете Я так и знала, Владимир Иванович Что вы сейчас скажете Я не права, Савси Нет, ну что вы, нет У вас высокое качество журналистики Спасибо Но все-таки у вас были хорошие учителя В институте международных отношений Вот, а вот Такие же первые Да, есть Юрий Павлович Вяземский Так вот Когда я Вот был Я вам сказал, что был еще один форум Что называется «Корабля на бал» У нас Во вторник На этой неделе Был форум Лиги безопасного интернета Собственно О безопасном интернете И так далее Он, конечно Там не было вот этой Составляющей, связанной с церковью Но темы пересекались Да, да, совершенно верно И поскольку меня попросили там выступить Я являюсь одним из членов Фактического совета Лиги И вот на открытии Первого пленарного заседания Я выступал Я как раз начал Вот с этого примера Харужева Ну и понимаете Поскольку мы Так или иначе Воспитаны в культуре Так сказать Вот, ну, научных там Ссылок и прочее Сказал, что вот была конференция Сергей Сергеевич Харужев Сергей Сергеевич Харужев Выступая Обратил внимание Вот на такую стату Достоевского Я ее привел И так далее Вот И потом Ну, была какая-то пресса Естественно, люди пишут Ну, мало того Что нигде не сказано Что я сослался на Харужева Что, конечно Ну, наверное, журналист Понятно было наивно предполагать Что они это сделают Но при этом Там искажены мои слова И даже Достоевского Так сказать При том, что я все цитировал Вот, и вообще забавно Знаете, что меня удивляет В наш век Когда нет никакой Технической сложности В фиксации слов Существуют там диктофоны Все, что угодно Да, и видео Все, все, все Журналисты умудряются Перевирать цитаты Вот это потрясающе для меня Всякая кровать в нашей жизни Я думаю, что да Не можно сказать качество Русского языка В российской журналистике Бесконечная тема Да, да, да Простите Вы упомянули Пример, который Привел Сергей Сергеевич Харужий Процитировав Процитировал Федор Михайлович Достоевский роман Подросток Браво Не подросток Подросток это я приводил Чуть раньше сегодня Да Да, который привел Пример из Достоевского Да И там речь идет О чувстве стыда За которое там Свойственно или не свойственно Человеку Если он совершит Какой-то плохой поступок Скажем, на Луне И нигде никто его не будет видеть Вот А вы как считаете Будет человек стыд испытывать Если совершить что-то такое Чего Ну, то есть, условно говоря Там, да Под каким-то ником Да Или где-то там Где никто его не будет видеть Вообще человеку свойственно Вот в таких ситуациях Ну, понятно, что люди разные Но в том-то и проблема Или даже две проблемы Ну, вот вам, например Да, вот вы бы испытывали Чувство стыда Если бы совершили что-то такое И никто бы этого не видел Эфир потихоньку превращался В исповедь Нет Ну, как вы понимаете Нужно поменять ведущих На священников Нет, вы знаете Я вот здесь вижу Два момента Во-первых Серьезно говорить Во-первых То, что люди действительно И простите уже за самоцитирование Я об этом, кстати, говорил уже на форуме Безопасного интернета Я сказал, что вот если человек идет по улице Он видит там Какое-нибудь, допустим Совершается правонарушение Или преступление Ну, и он по тем или иным причинам Не вмешивается там И проходит мимо Да Вот Совесть его, может быть, и заест Но вряд ли его там привлекут К ответственности Какой-то правовой Да В правовом поле А Это вот с одной стороны Вот в реальной жизни Мы имеем такие факты Да Это такую ситуацию А в виртуальной Десятки, сотни тысяч Может быть, миллионы людей Ежедневно Сознательно Не проходят мимо А сознательно Выискивают Какие-то непотребства В интернете Выискивают Видео Или там Инсценировки Преступлений Правонарушений Да И с удовольствием Это смотрят Видимо, питая иллюзию Что они не являются Соучастниками И вот Простите, опять такой вот Но это именно ответ На ваш вопрос Я говорил о том Что, безусловно Человек должен понимать Что он является Соучастником В этот момент Когда он Наблюдает Какие-то там Сцены насилия Специально снятые Для кого-то Да Вот Он является соучастником С нравственной точки зрения Вот И поэтому, конечно Вот эта иллюзия Того, что ты Не просто прячешься От других За ником Но еще и от себя И от своей совести Она, конечно Если присутствует То, на мой взгляд Она, безусловно С нравственной точки зрения Для человека Разрушительна Саморазрушительна И, кстати Сказать Вот Харужий Об этом говорил Он говорил о разных Там вообще Интереснейшее Видите Сказал Не буду пересказывать Но у него Интереснейшая Идея В докладе Он говорит о том Как О том, что Если вот в христианстве Который ставит целью Там богопознание Обожжение человека То есть стремление К Богу В любви Оно рассматривается Вот этот путь Рассматривается В качестве лестницы То есть лестницы Восхождения Там снизу вверх Да То вот Ситуации И это означает Все больше Говоря философским языком Актуализацию То есть полноту бытия Человека Да То есть чем ближе он к Богу Тем больше он живет Тем больше он есть То вот виртуальность Если я правильно понял Хорошего Она означает Уменьшение Вот этого бытия Виртуализация Это отсутствие актуального То есть собственно Бытия И здесь Он говорит Что есть разные степени И вот То над чем мы сейчас думаем Где вот та граница За которой Прекращается Просто скажем Безобидная Виртуализация Да скажем так И начинается опасность Для человека Ответа нет пока Но мы Ну вот это все В порядке рассуждений Я думаю что здесь есть О чем поговорить И чуть подробнее Об этом остановимся Во второй части нашей программы Буквально на одну минуту Мы прервемся Напомню что Владимир Легойда Руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата У нас в гостях И через несколько мгновений В этой студии Встретимся снова Светлый вечер На радио Вера Радио Вера представляет Светлый вечер На радио Вера Еще раз добрый вечер Дорогие слушатели Алексей Пичугин Я Алла Митрофанова Это программа Светлый вечер И как всегда по пятницам У нас здесь В студии Владимир Легойда Глава Синодального информационного отдела Московского патриархата Главный редактор Журнала ФОМА Профессор МГИМО И По следам вот Двух конференций На которых присутствовал В которых участвовал Владимир Легойда Мы разобсуждаем Виртуальную реальность Так скажем Да Насколько человек Может Участвовать Насколько личная жизнь человека Отличается от его виртуального Такого альтер-эго То есть получается Что Если я правильно вас понимаю Постановка вопроса такая Есть Какая-то жизнь у человека внутри Всемирной паутины Зачастую бывает Да И Этот человек Очень сильно Разграничивает То что происходит В его реальной жизни Где он ходит по улице С кем-то общается Встречается Видится И то что у него происходит В компьютере И вот в чем здесь Проблематика Собственно Ну вот возвращаясь Да К тому о чем мы говорили Отвечая на ваш Вопрос Я Вот на что хотел бы Обратить внимание Действительно На конференции Вообще Вот рассуждая Так сказать О присутствии человека В интернет Приходишь к выводу О том что Скажем Есть Ну вот С христианской точки зрения Да Пытаясь осмыслить Ситуацию Там может быть Даже с богословской С какой-то Что Сейчас крайне необходимо На мой взгляд Мы понимаем Что вот скажем Богообщение Которому человек призван Он предполагает Полноту Участия человека Да То есть Человеческая личность Как некая полнота Участвует Вот стремиться К Богу В этом смысле Природа Сама виртуальности Виртуальных отношений Отношений Там в той же сети Интернет В социальных сетях Она как бы Исходит из того Что ты участвуешь Ну в некой такой вот Ну с некой маской Да Причем она может быть Маска Если там это ник Маска в пределе Да Когда ты Просто конструируешь Себе И ведь даже не имя Даже ты же Мы же собственно По системе не работаем Да Как актеры То есть Мы не придумываем Там себе Не продумываем Логику поступков Героя Да Не придумываем Историю жизни А просто называешься Какой-нибудь там Я не знаю Там Зеленый попугай Там да И вот Одно какое-нибудь Придумаешь И вот там После каждой фразы Пишешь там Ха-ха-ха Или там Что там попугай говорит Что-нибудь такое И вот это Вопрос в чем И об этом кстати Хоружик говорил На которого я уже Многократно Сегодня ссылался Сергей Сергеевич говорил Что когда человек Вот присутствует И много присутствует Вот под ником Или без ника Но вот в каком-то Определенном образе В виртуальном пространстве Когда он выходит Из этого И сталкивается С реальностью Не возникает ли здесь проблем По его мнению По мнению докладчика Она возникает Возникает Потому что человек Сталкивается Совершенно другой реальностью Да Которая требует Там полноты Его участия Насколько он к ней готов И так далее Поэтому Вряд ли мы можем Говорить о том Что это совершенно Безобидные вещи Для человека С другой стороны Я скажем В своем коротком выступлении На форуме в Афинах Я ставил вопрос о том А возможно ли Именно с другой стороны Скажем Некое влияние человека На технику Ну условно говоря На технику Простите не на технику А на среду Да То есть скажем Возможно ли В кавычках конечно Одушевление там Одухотворение Если хотите Смело скажем Этой среды То есть можем ли туда Мы привнести что-то Что позволит нам Минимизировать вот эти риски И я вот вспоминаю Скажем Слова святейшего патриарха Который Не так давно Открывая заседание Высшего церковного совета Говорил о том Что если сегодня Столько людей Пользуются социальными сетями То мы не можем Это игнорировать Мы должны быть там Где есть наше паство И тем более Там активнее Самая активная Может быть часть паства Так говорил об этом Патриарх Понятно что А это Но быть же Не просто для того Чтобы быть Да вот мы тоже здесь Значит это тоже предполагает Определенное присутствие церкви Каким оно должно быть Что значит Это присутствие церкви Опять же вот После этих слов патриарха Все стали говорить Вот церковь там Противоречит Своей же позиции Год назад патриарх Говорил что монахам Интернет не нужен Почему противоречит Патриарх же не сказал Что все монахи Должны идти в интернет Ну я кстати говоря Буквально в тот же день Или может быть Спустя пару дней В вере одной из радиостанций Слышал обсуждение Как раз речи патриарха Где Ну вот из этого обсуждения Я сделал вывод Что Из радиостанции Абсолютно светская Информационная Что там С трудом себе представляют Вообще Что церковь Как-то представлена Во всемирной паутине Там обсуждали Что есть блоги У католиков У протестантов Но вот Из того что говорили Ведущие Из смсок Звонков эфир Я просто делал вывод Что люди в принципе Не представляют Что русская православная церковь Каким-то образом Хотя бы Действуют Во всемирной паутине Вы знаете У нас довольно успешный На мой взгляд Если это слово Здесь применимо Но вот Страница Официальная страница Патриарха Кирилла В сети Фейсбук Если все будет В порядке То В мае В конце мая В конце этого месяца Появится Официальная страница Святейшего Патриарха В сети Вконтакте Вот конечно Это будет официальная страница Которую будет вести В данном случае Наш отдел Информационный отдел Русской православной церкви Речь не идет о том Что патриарх Лично будет Присутствовать И там отвечать Или что-то писать Вот Как делают некоторые Это Общественные деятели Но Или политики Но при этом Тем не менее Это важно Потому что Я могу сказать Что вконтакте Находится Несколько десятков Если даже не пара сотен По-моему Мне говорили Таких Аккаунтов Которые названы Как бы от имени Как бы да Я не хочу говорить Ну они в принципе Все фейковые Даже если Ну там есть просто вещи Где люди прямо пишут Что вот мы посвящаем Там Патриарху И там просто Может быть Кто-то публикует Его А есть Где намеренно Там что-то искажается Пишут какие-то глупости И так далее И уже одно это Мне кажется Является Причиной Для того Чтобы задуматься А не стоит ли Чтобы присутствовала Какая-то официальная информация То есть понятно Что это будет В первую очередь Источник информации Некой Но ведь у нас И социальные сети Для многих Сегодня становится Источником информации Я сам Могу сказать Что вот ты Посмотрел ленту В принципе Можно на Яндекс.Новости Не заходить Да простите меня Яндекс Потому что более-менее В течение 50-ти минут Все понятно Сейчас на мои новости Все равно так или иначе Выскочит Подписка Есть на определенные ресурсы Яндекс.Новости Я тоже захожу Вы прекрасно Все успеваете Владимир Иванович У меня знаете Другая тема Здесь в связи С присутствием церкви В социальных сетях И вообще в интернете Вы почему-то Про информационное Такое вот поле говорите А мне кажется Что в интернете Многие ищут И общение просто И в этом смысле Мне например Гораздо более интересно Чем официальные Вы уж меня простите Гораздо более интересно Чем официальные сообщения Какие-то О церковной жизни О церковной политике Читать Гораздо больше интересно Смотреть Например То что пишут Священник Сергий Круглов Или там Священник Константин Камышанов Их размышления О жизни Через призму Евангелия Их размышления Причем они делают Ведь это тоже В социальных сетях Они делают это Да И вы понимаете Для меня вот это Присутствие церкви Все понятно Но зачем И почему И зачем Делать эти Присутствия Альтернативными Они не альтернативные В том смысле Что мы же не обязаны Выбирать Говорят Либо так Либо так Нет И то должно быть И другое Потому что В этой логике Я совершенно с вами согласен Но человек Он такое существо Что ему может быть интересно Одно и другое Пятое и десятое Интересно по-разному Безусловно Да Конечно я Честно вам скажу Мне гораздо интереснее Смотреть хороший художественный фильм Читать газету Это не значит Что я должен перестать читать газету Правда Поэтому Здесь и есть информация Потом она Если говорить Скажем О официальной странице Патриарха То пусть здесь не пугает Это слово официальное Там нет длинных Мы же понимаем Законы жанра Там нет никаких Длинных текстов Да Или полной Публикации проповеди Там может быть ссылка Но это Понятно Вполне себе В рамках Так сказать Я всячески всех Призываю Вот пользователей Того же фейсбука Да Обратить внимание На страницу Святейшего патриарха Потому что там Как раз таки Всегда есть какие-то Там Из последних выступлений Или проповеди Патриарха Мысли Короткие Да То есть взятые Из полного текста При отсылке При желании Может перейти на полный текст Но посмотри Какие-то Афористичные фразы Которые Произносил Святейший патриарх Вот поэтому И при этом Это не значит Что ты Если ты читаешь Там Кого-то из священников То не надо читать Это же не альтернативная вещь Я согласна с вами И то и другое Можно читать Я согласна Просто для меня Присутствие церкви Да Вот когда вы говорите А присутствие церкви Оно и то и другое Понимаете И я так скажу Может быть дерзновенно Что и наша с вами Страница в Фейсбуке Это тоже присутствие церкви В каком-то смысле Церкви как собрание людей Потому что приходят люди И вот видят Что мы не скрываем Своей православной Простите за выражение Идентичности Если они видят Что мы в общем Как-то Не используем Нецензурную брань В своих постах Не так Как доброжелательно Относятся к людям Даже критически настроены Они уже смотрят А вот у нас Какие люди Какая церковь Это все присутствие церкви Владимир Легоида Главный редактор журнала ФОМА Руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата И профессор МГИМО Как всегда по пятницам У нас в программе Светлый вечер Ну и давайте Другую тему Давайте уже к реальной жизни Перейдем Уже хватит говорить Про интернет Ближайшая суббота У нас Такой Знаменательный будет день Потому что Это день памяти Тех Кто пострадал На Бутовском полигоне В годы репрессии В 30-е годы Люди Которые были там Расстреляны И в том числе Многие из них Были расстреляны Именно за веру За то Что они исповедовали Христа И более тысячи Человек Причисленные Церковью К лику Новомучеников И исповедников Церкви русской И Вот Насколько я знаю Патриарх будет служить Там Будет Традиционно Совершает Литургию На Бутовском полигоне В сослужении Большого количества Священников Все это будет уже завтра Вы могли бы Может быть Немножечко рассказать О том Что это За событие Такое Я знаю Туда Приезжают люди Но опять же Общаясь Например Со своими студентами Убеждаюсь Не первый год Что Об этих событиях Очень мало известно Да Я бы здесь Немножко Может быть Даже Уточнил Этот вопрос В связи С Днем Победы Который Ни в коей мере Конечно Мы не умаляем Значение Но тем Из года в год Мне кажется Что мы Уже Достаточно много Никогда Мы не узнаем Все правды О войне Но достаточно Много Они не знаем И люди Совершенно разных Поколений Послевоенных Вплоть до Подростков Нынешних Как-то все равно Великую Отечественную Себе представляют Вторую мировую Наверное В общих масштабах Нет Великую Отечественную Да Все что ее Обрамляло Все что ей Предшествовало Все это Абсолютно Белый лист Вот Как мы Должны себя вести Для того Чтобы мы Может быть Как там Люди Имеющие отношение К церкви Люди Которые Ну как Как-то может быть Задумываются О своей истории Как должны себя вести Чтобы рассказать Другим О подвиге Новомучеников О репрессиях О том Что происходило О том Чтобы эти ошибки Просто не повторялись Ну Вы знаете Во-первых Спасибо большое Что вы В очередной раз Обращаетесь К этой теме И Мы уже неоднократно Говорили О ее важности И я Еще раз повторю Что скажем В нашем журнале Фома Много-много лет Мы Публикуем Материалы Новомучеников В каждом номере Вот Я не очень люблю Говорить в категориях Долженствования Вот Кто что должен Думаю Что здесь человек Должен Можем Сам для себя решать Я могу только сказать Что мне кажется Здесь важным Я кстати сказать Хочу Подчеркнуть И важность Памяти О победе Великой победе В страшной войне Вот О чем вы вспомнили И о том Как На мой взгляд Очень достойно Вот В этом году Мы Постарались Встретить Этот день Несмотря на Разного рода Сложности Вот И Ну Мне кажется Что это Колоссальное Конечно Впечатление Произвело На всех И тех Кто Это праздновал Тех Кто смотрел Со стороны Вот И Какое-то Знаете Вот на уровне Даже Ощущений Чувств Вот Что-то Очень такое Сильное И И светлое Вот у меня По крайней мере Такое впечатление От празднования 9 мая В этом году И достойное Мне кажется Это было сделано Достойно Вот И даже там Та критика Которую я встречал У меня такое впечатление Что люди Вот спорят Сами с собой То есть они критикуют То что они ожидали Увидеть Но этого на самом деле Не было Но вот поскольку Им так очень хотелось То они пытаются Сказать что это там было Ну да бог с ним А вот что касается Темы Новомучеников И Бутовского полигона Которые называют Русской Голгофой То конечно Это страницы памяти Которые Вообще должны быть Которых Не то что там Нельзя забывать Которых Которые нельзя игнорировать Знаете Вот ведь Что интересно В свое время Один Священник Кажется Я не помню сейчас точно Кто это сказал Но мысль заключалась в том Что вот можно Не соглашаться с христианством Спорить Еще что-то Невозможно Игнорировать Христа Вот невозможно С тем что христианство Привнесло в мир Ты не можешь это игнорировать Ты можешь с этим Не соглашаться Ты можешь пытаться С этим спорить И даже отрицать Но просто делать вид Что этого не было Невозможно Игнорировать это Невозможно Вот при таком Каком-то сознательном Отношении к жизни Вот в этом плане Чем больше человек Подражает Христу Чем больше он Пытается идти за Христом Чем сложнее Игнорировать Вот то что было сделано Этим человеком Вот И в том числе И факты мученичества Потому что Что такие мученики Раннехристианские Мученики за веру Пострадавшие На нашей земле Менее ста лет назад Это свидетели В первую очередь Свидетели о Христе Потому что Собственно Что они запечатывали Так сказать Своей кровью Факт Приверженности К Христу И к тому самому главному Что определяло их жизнь И это невозможно Игнорировать А забыть Это разрушительные вещи Это разрушительные вещи Знаете Я Вот В каждой культуре Есть вещи Которые Для культуры Считаются неприемлемыми В каждом времени В каждой эпохе Вот скажем Древние греки Ну там Скажем так Периода Афинской демократии Перикл Там что-нибудь Вокруг этого Они считали Что вот Полис Поскольку полис Это такой был Как бы мы Современным языком Говоря Культурообразующий Феномен То собственно Человека Человеком Делало А не просто Гражданином Делало присутствие Членства В общине И человек Который думал Что вот он может Прожить вне общины И не соблюдая Какие-то правила Полисного общежития Греки называли Очень просто Идиот Вот почему Потому что Это было действительно Разрушительно Для того строя жизни Как он складывался С почитанием Богов С участием Во всех этих ритуалах И прочее И прочее Насколько мы можем Себе это представлять Идиот Это человек Который находится Вне социума Реконструировать Ну да Который думает Что вот он может Прожить Так вот Есть всегда вещи Которые разрушительны Вот мне кажется В этом смысле Конечно Христианство Это является безусловным Таким фактом И все то Что христианство Приносит мир Ты можешь Это игнорить Ты можешь Попытаться Это забыть Но последствия Совершенно очевидны И вот вся история России Советского Союза Всего 20 века Она об этом Именно и говорит Поэтому могу лишь Призвать К сохранению памяти Которая для нас Есть условия Сохранения жизни Просто То есть Тот сам факт Когда прошлое Становится залогом будущего Спасибо Это был Владимир Легойда Главный редактор журнала ФОМА Руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата Профессор МГИМО Алла Митрофанова Да Я хочу Напомнить Что Литургия на Бутовском полигоне Которая Пройдет завтра Она начинается Если память мне не изменяет Около 9-9.30 утра И туда Как правило Бывают организованы автобусы Поэтому Даже те Кто не имеет собственного транспорта Могут туда При желании добраться У кого есть возможность Я думаю Что есть смысл Литургия в 9.30 начнется Но лучше конечно До 9 подъехать Потому что собственно Уже благослужение в 9 начнется Сколько народу будет много То лучше приехать Там часы начнутся Да Открытое пространство Потому что прям на поле Служатся Ну тем не менее Да То есть места хватит всем Но вот Да конечно Лучше пораньше Спасибо за разговор Всего доброго До свидания До свидания Светлый вечер На радио Вера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok